Во-первых, всех благодарю за то, что вы сегодня в этот день дождливо добрались, чтобы послушать эту лекцию. И сегодня мы будем выяснять, что происходило с искусством вообще европейским в послевоенное время. Хотя на самом деле, я говорю европейский, основная часть нашей речи пройдет про то, что происходило в Америке. Потому что Европа будет испытывать очень серьезный не только финансовый, но и отчасти творческий кризис. И это очень отразится на том, как центр будет перемещен из Парижа в Нью-Йорк. Кроме того, здесь возникает и политический подтекст. Многие выставки известных художников, как Джексона Поллока, спонсировала ЦРУ, потому что таким образом Америка популяризовала свои новые ценности. Она всему миру предъявляла о том, что она за раскрепощение, за свободу, и, собственно, эту свободу она будет поддерживать. Это очень хорошо будет отражаться во время Холодной войны с СССР, где будет властвовать только единственный стиль направления соцреализма. И, кроме того, работа Джексона Поллока увидят советские зрители, когда в Москве пройдет большая выставка американского искусства 1959 года. И вот тогда будут работы Поллока представлены, и, на самом деле, для многих художников того времени это будет настоящим потрясением. Но давайте не найдем небольшой план нашего разговора на сегодня. Кстати, меня еще очень просили узнать, нужно ли делать перерыв. Давайте сейчас я сразу заранее проголосую. Нужно ли вам делать перерыв, если кто считает, что нужно? Все, мы тогда ведем. Я, в принципе, постаралась сделать меньше презентацию, чем на два часа. Мне сказали, что два часа — это все-таки многовато. Поэтому буду стараться сегодня немножко поэкономнее, по времени, но при этом содержательным. Итак, сегодня мы в первую очередь будем выяснять, что такое постмодернизм, потому что в прошлой встрече мы говорили именно о том, что модернизм как таковой является в искусстве, о том, как художники по-своему приосмесляют этиалистические традиции, пытаются привнести в искусство нововидение, ломая академическую школу. А постмодернизм в первую очередь предусматривает то, что вообще нужна картину художнику. И самое главное — это не результат его творчества, то есть не готовая работа, не инсталляция, не какой-то образ живописный, графический, а это идея. Поэтому главным постмодернистским явлением является, конечно, концептуализм. Второе. Почему в послевоенное время резко растет популярность абстракция? Здесь я буду рассказывать, на самом деле, о том, как абстракция снова возвращается в моду. Мы говорили как раз вчера о том, что абстракция появилась в искусстве благодаря таким художникам, как Василий Кандинский, Питмодрианам и также многим другим. Но в послевоенное время центр абстракции находится в Америке, и как раз отсюда начинается активная идея популяризации. Здесь сразу несколько сил, на самом деле, подхватывают эту концепцию. И галеристы, и коллекционеры, и сами художники. Нужно еще понимать, что многие европейские живописцы, пытаясь убежать от ужасов войны, куда они, собственно, все эмигрировали, в Америку. И в Америке поэтому концентрируется самый настоящий лагерь лучших из лучших художников. Третье. Почему в концептуализме отказываются от изображения? Мы с вами будем как раз на примерах этих работ объяснять, почему вообще работа концептуалистов выглядит непривлекательно, эстетично, как-то не очень даже иногда красиво, неинтересно. И, на самом деле, визуальный образ всегда очень скуден. И рассматривать такое искусство иногда зрителю настоящая мука. Вот я буду рассказывать, что такие работы, конечно, нужно рассматривать в контексте их процесса, в каком-то контексте их возникновения. Затем, что такое родимейт, и можно ли считать произведением искусства работу, которую художник даже не прикоснулся. Это будет как раз история, посвящена она будет направлению поп-арта. Я расскажу, что поп-арт — это не только Энди Уорхел, хотя он любил всем говорить, что он папа римский поп-арта. Я буду рассказывать, что есть и много других интересных представителей. И этих художников будут очень часто обвинять, что они ничего нового не принесли, что они являются самыми бездарными артистами, которые когда-либо вообще существовали в мире. Но о том, какие они делают акценты, почему они берут такие вещи массовой культуры, как Кока-Кола, как порошок Бриола и так далее, мы, собственно, будем с вами разговаривать. Затем, чем отличается гиперреализм от реализма? Вот как раз вчера был вопрос с просьбой пояснить, в чем суть гиперреализма, чем он отличается от сюрреализма или реализма. Вот сегодня я буду подробно на эти вопросы отвечать. И последнее, зачем художники перформансы наносят себе увечья? Почему? Меня тоже часто спрашивают, зачем смотреть на то, как на видео снято, как Марина Абрамович пытается резать свое тело, рисовать какие-то знаки, пентограммы иногда, какие-то звезды красные и так далее. Вот мы сейчас будем это все с вами проговаривать и выяснять. И сейчас для начала я показываю такую своеобразную таймлайн, на которой, видите, все основные явления, мы будем их сегодня, собственно, все их раскрывать. Начинается все с абстрактного экспрессионизма. Я здесь именно беру 40-е и 50-е годы, то есть после военного времени. Затем мы приходим к поп-арту. Поп-арт противопоставляет вот такому эмоциональному искусству, искусству, которое относится к определенному типу поведения. Я буду рассказывать, что тип поведения у художников абстрактного экспрессионизма очень был похож. И многие из них закончили тоже очень трагично свою жизнь. Вот поп-арт — это именно тусовка, это веселье, это история о том, что классика заменяется какими-то дискотеками, рейвами, фабриками Анди Орхола. Вместо Моцарта появляется Элвис Пресли. Третий — концептуализм. Это именно про процесс, про идеи. Гиперреализм — это активная работа с фотографией, использование новых средств, причем как в скульптуре, так и в живописи. Ну и последнее — перформанс. Перформанс, когда вообще художник отказывается от того, что нужно что-то делать, и работает, и выражает свои идеи посредством собственного тела. Абстрактный экспрессионизм. Мы сейчас видим этих участников. Участников действительно гораздо больше, чем я здесь написала. Я сейчас написала просто такой вот список основных имен, которые вы, наверное, встречали, которые чаще всего появляются в заметках, посвященном этому направлению. И начну с того, что в Америке в 40-е годы появляется вот такой центр мигрантов. Мы видим с вами на этом примере работу Аршила Горки. Горки — это художник армянского происхождения. Как только он приезжает в Америку, он полностью пытается очистить себя от всего прошлого. Он пытается дать себе новое имя и дать новый ход своему искусству. И Америка того времени активно начинает с того, что постигает все то, что происходило вне границ этой страны. Поэтому многие художники начинают свое становление с экспрессионизма, с фавизма, иногда даже еще со стадии эпрессионизма. И Аршилл Горки был тому не исключением. Он приехал в Америку еще в ранние годы. Я расскажу сейчас, с чем еще связана была трагедия. И там он встречает Андреа Бретона. Того самого Андреа Бретона, который написал первый манифест сюрреализма. И, общаясь с ним очень тесно, как раз Бретон дает название этой картине. Обратите внимание, название звучит очень абсурдно. Печень – это гребешок петуха. А на самом деле про эту картину Аршилл Горки рассказывал про армянскую традицию, о том, чтобы доказать обществу, что ты есть мужчина, ты должен свернуть петуху шею. И эта традиция очень кровавая, жестокая. Здесь она не передается фигуративным образом. Она передается через кри красного цвета, в сочетании с желтым. И как не вспомнить здесь Василия Кандинского, о чье имя, конечно, имело огромное влияние на этих молодых художников. Аршилл Горки имеет очень трагичную биографию. Дело в том, что отец покинул семью очень рано. Он перебрался в Америку, и семья надеялась, что вскоре он приедет за ними, или хотя бы сделает что-нибудь, чтобы мать вместе с детьми, у нее бы оставалось трое детей, переехала за ним следом. Но этого не оставалось. Когда он уехал в 1904 году, встретились они с сыном только спустя 14 лет. То есть все это время они находились совершенно на разных материках. Мы видим вот эту работу. Художник с матерью — это, конечно, еще не абстрактный экспрессионизм. Это то, затем как бы этап такой становления, приход к этому абстрактному экспрессионизму. Он эту работу создает, когда уже матери не было, и мать испытала на себе все беды того времени, потому что они проживали в Турции. В Турции начинается геноцид армян. Чтобы избежать страшнейших последствий, они бегут в Ереван, пытаются настроиться каким-то образом там, свою жизнь. Но наступают времена голода и непогоды. И на самом деле заканчивается печально, потому что его мать умирает от недоедания. И он, после того, как не стала матери, отправляется в Америку, пытается найти отца и пытается каким-то образом зацепить за последнюю возможность, чтобы самому не умереть от голода. Не могу сказать, что там возникают близкие отношения или какие-то теплые беседы. Но он просто приезжает за единственную, возможную, причину в Америку. И там, по памяти, он находит несколько фотокарточек, которые обменились его родителями. У отца сохранилась фотография, где показана его мать Шушан вместе с молодым Аршилом Горки. И он по мотивам этой фотографии реально пишет эти картины. Причем, как вы понимаете, что это нереальное отображение. Он здесь очень так обобщает как саму форму, так и цвета, выделяя фактически все основными блоками цвета. И получается, что первая стадия как раз в творчестве Аршила Горки будет очень связана не только с сюрреализмом и тем снаобщением. Ну и, конечно, с идеей такого экспрессионизма. И вот портрет господина Билла, это тот же 1926 год, это изображение близкого друга Уильяма де Кунинга, художника голландского происхождения, о котором я сейчас буду говорить чуть позже, вместе с которым они очень тесно общались, дружили. И Кунинг, он тоже был эмигрантом. Он в какой-то момент просто уехал из Голландии, причем уехал с зайцем, безбилетником. И когда у него спрашивали, а зачем вы выбрали Америку, потому что центром еще в то время, в 10-х годах был все-таки Париж, он говорил, что его как-то очень поманил образ ковбоев, индейцев, такое что-то, знаете, детский какой-то абсолютный мотив. И он чувствовал, что Америка – это страна будущего. На самом деле для его карьеры все равно так и случилось. Позже, как раз когда Аршил Горки уходит уже от идеи экспрессионизма, приходит к абстракции, он очень много будет создавать свои работы по мотивам своего детства, по мотивам отрочества. И он показывает здесь картину, которая называется «В сад в Сочи», но он никогда не был в Сочи. Это как бы иллюзия на то, как это могло выглядеть. Он очень много будет рассказывать про свои прекрасные зеленые сады и парки, которые ассоциируются с таким золотым временем каждого из нас. То есть с детством. И вот он написывает. «У моего отца был садик, а в нем несколько яблонь, которые уже не плодоносили. Там был особенно затененный участок, на нем росло немыслимое количество дикой моркови и обитали дикобразные». Понимаете, такая абсолютно сериалистичная картинка. Дикобразы, комарковь, сад какой-то, да, и сушеный. Еще был голубой булыжник, наполовину вкопанный в чернозем и местами покрытый пятнами мха, похожими на упавшие на землю облака. В общем, конечно, очень красивое такое поэтическое описание. Как мне кажется, немножко такое через художественное видение перено, потому что вот эти дикобразы в парке, ну, возможно, но, конечно, сомнительно. И, как вы понимаете, это даже не попытка отобразить какие-то отдельные образы, как мы видели в картине Жоанна Миро. Это вот просто абстракция. То есть это отдельные какие-то образы, абсолютно биоморфные, которые не выдают экспрессию художник, а который пытается, вот он как-то отдельными какими-то такими наслоениями, цветами. Здесь очень много ощущений таких, видите, глаз, как будто пытается он что-то вспомнить из своей биографии, передать затем с помощью красок. У Аршила Горки, как и у многих художников абстрактного пассионизма, будет определенный такой тип поведения, тип алкоголика. И если кто-то будет с ним бороться, как Джексон Пуллок, то здесь на самом деле алкоголизм он даст очень сильно о себе знать. Кроме того, у Аршила Горки было очень много вот таких личных, очень больших трагедий. То, значит, он попал в аварию, то, значит, у него начинаются проблемы с сухожилиями, и он не может держать буквально в руке кисть, она выпадает. Ну, а заканчивается вообще очень все это дело печально, потому что сначала прямо перед самой смертью в 1947 году у него сгорает мастерская со всеми его работами, которые накануне уже должны были экспонироваться на выставке. И следом за этим от него уходит жена с двумя детьми. И он в последние годы своей жизни пишет очень такие страшные события, страшные картины, которые он называет даже «Подводя итоги», «Агония», таким образом подчеркивая, что это вот самое последнее, что есть ему сказать о человечестве. Но и заканчивается его жизнь тем, что он в собственной мастерской вылезает в петлю. Собственно, вот так происходит эта биография. И у многих художников австрактного спрессионизма жизнь заканчивается очень печально. Вот так же у Джексона Поллока. Джексон Поллок будет вспоминать травмы также своего детства, в отличие от Виллима де Кунинга или Горки. Это именинный американский художник. Ну, как-то он родился в семье не очень удачливого фермера. Они очень часто путешествовали из разных городов и стран. И вот этому посвящен как раз образ на Запад. Они все время находятся в поисках этой новой, лучшей жизни. Но при этом явно на этой картине нет даже намек, что когда-то будет что-то лучшее, светлее или комфортнее. Среда очень кажется нам мрачной и такой абсолютно отчужденной человека. И поэтому в ранних произведениях он показывает такие сцены жестокости, агрессии. Он очень много как раз исследовал работы экспрессионистов. И многие экспрессионисты как раз находились в то время в Америке. Именно те, кто успел выжить. Поллок, он страдал от алтоголизма совсем юного возраста. Он стал пить еще 16 лет. Затем где-то к 20 годам он понял, что эту проблему можно вообще-то на самом деле побороть благодаря сеансам с психотерапевтом. Его психотерапевт был юнгианцем. Он рассказал про идею архетипов. Архетипы, которые мы с вами вытесняем. И отсюда начинает у него активный интерес реваться в сферу индийской культуры. Он пытается понять, что это за шаманские какие-то обряды, традиции, которые используют традиционное население Америки, индейцы. И отсюда, как раз с этим увлечением юнгианскими типами, он приходит к идее дриппинга. Дриппинг — это английское слово «дрипп», то есть капля, когда он вообще не наносит никаких таких ритмов или узоров на картину. Он не разрабатывает отдельные схемы, он не пишет эскизы к своим работам. Он всё создаёт в моменте. И часто он даёт своим названиям очень красивые, он даёт своим картинам очень красивые поэтические названия, как водные тропы. Но при этом, до того, как он подойдёт к полотну, он не понимает ещё, как всё это, зачем закончится, во что всё это дело выльется. Использует он гигантские такие краски, которые обычно использует для строительства. Это эмаль строительная, это не художественная краска, это не масло. И он эти банки протыкает консервным ножом, иногда даже не используя кисть как таковую, и просто начинает выливать на холст. Его холст больше не прикреплён к мольберту, он как ковёр покрыт или покрывает пол его мастерской или находится вообще вне мастерской, на улице, буквально на траве. И в этот момент он входит в состояние транса. Когда он работает с краской, все подмечали, современники, одну и ту же особенность. Он как будто танцует, он как будто вообще ничего не слышит, отключается, он бегает, крутится вокруг такой полотна, иногда наступает в краску, полностью тоже обмазывается. И чтобы вы не спрашивали, как бы не пытались с ним контактировать, он как бы находится в пространстве вакуума, совершенно недоступного для других людей. И вот что, собственно, он сам говорил. Моя картина не из мольберта. Я предпочитаю прикреплять ненатянутый холст к твёрдой стене или полу. И на полу мне легче. Я чувствую себя ближе к большей части картины, так как таким образом я могу ходить вокруг неё, работать с четырёх сторон и буквально быть в картине. Вот это ещё одна важная особенность про буквально быть в картине, потому что американский абстрактный экспансионизм — это очень большие полотна. Если раньше вы стояли перед полотном, то буквально вы находитесь здесь в пространстве полотна. Многие из представителей этого направления будут говорить, что нужно смотреть на их произведение на расстоянии 10 сантиметров. Как вы понимаете, это вот расстояние, вы ещё чуть-чуть уткнётесь носом. Ни один музей не согласится на эти правила. Поэтому сейчас, несмотря на желания авторов, вы не сможете погрузиться в эти полотна. Потому что есть меры безопасности, это полтора метра, поэтому, к сожалению, никак мы не сможем прямо нырнуть в эту картину. И, пожалуйста, ещё несколько его произведений. Он на протяжении… То есть он открывает этот метод дриппинга в 1947 году, как мы видели предыдущую работу, и до конца своих дней он работает в технике дриппинга. Я бы сказала так, под занавес его творческой карьеры иногда приходит к реалистическим образом. Но на самом деле он находится в ловушке, потому что очень он так быстро взлетел в своей славе. Появляются многочисленные заметки в журналах Times, New York Times, о том, что это лучший художник Америки, это теперь главное лицо, собственно, в образе Поллока. Его поддержит один из главных арт-критиков, это Климент Гринберг, один из таких теоретиков абстракции, которая абстракцию как раз противопоставила жесткому и китчевому соцреализму. И вот здесь подключаются активные политические отношения Америки и СССР. Поэтому работы Поллока стали основной битвой в этой холодной войне, но только в сфере художественной. Кроме того, это же идея тоже про раскрепощение. Это идея не только передачи своих собственных мыслей, но это идея полностью отрыва от реального мира как такового, потому что вы находитесь в этом состоянии транса, вы не чувствуете этот мир рядом с собой. И вот мы видим работы «Голубые поля» или «Тигр», «Прыжок». Все, что, собственно, дает Поллок в качестве названия этих работ, это, я бы сказала, такие ассоциации с определенными сочетаниями, которые можно разглядеть на этих полотнах. То есть вот здесь есть основной получается такой ритм этих пятен, это желтый, черный и белый. То есть это цвета тигра. Вот поэтому возникает образ такой уже «Тигр», глядя на эту композицию. То же самое «Голубые поля», то есть основа холста у него голубого цвета. И что интересно, часто Поллок делал иногда основу. То есть он заливал какой-то основной краской, а затем уже вот так отдельными струйками поливал свою картину черным, желтым или красным цветом. еще один художник, тот самый Вильям де Кунинг, который одновременно был близок и к горке, и был близок к Поллоку. Это Вильям де Кунинг, и начинается Вильям де Кунинг как типичный символист. Вот как вам кажется, на что это похоже? Поцелуй. Это абсолютная такая, знаете, отсылка к Мунку. У Мунка даже есть похожие работы, да, вот такой поцелуй, где буквально мужское лицо и женское сливается что-то единое, но это, знаете, неприятное такое слияние, экстаз какой-то любви, а это что-то подобное Дементру, когда каждый друг друга высасывает душу. Ну вот здесь тоже такой очень страшный немножко образ, он очень мрачный как таковой, да, это не любовь такая небесная, а это любовь страстная, земная, очень, например, какая-то порочная. И из таких символических образов у него рождаются вполне себе фигуративные, красивые произведения, как этот сидящий мужчина, такая целая серия. Одновременно напоминает розовый период у Пабло Пикассо, но в то же время, именно благодаря этим образом, он постепенно приходит к идее абстракции, потому что здесь он, видите, уже не совсем прорисовывает человека, тело этого мужчины отчасти сливается с фоном. Он сам немножко распадается и в цвете, и в своей форме, и если мы видим профиль его лица четким, то все остальное уже подобно вот той самой абстрактной картине, с которой он и будет в дальнейшем работать. Но что интересно, Вильям Декунин как-то прославился в большей степени, и его картины активно покупали коллекционеры, когда он создавал свою серию «Женщины». И «Женщины» это гигантский такой блокбастер, в который входят десятки произведений. Этих женщин он рисовал по картинкам из модных американских журналов. Он иногда часто шел от улыбки, вырезал буквально улыбку женщины, потому что улыбка – это как бы часть культуры американские, где как бы тебе не было скучно, как бы тебе не было плохо, ты должен всегда всем улыбаться. И от этой улыбки он показывал женщин как будто изуродованных. Многие говорили критически, что он их распинал на холсте, он показывал их со всей возможной агрессией. Интересно, что и в жизни Уильяма Декунин были очень непростые отношения с женщинами. Точнее, с одной из них у него была подруга, она тоже была художница, и они как-то стали жить вместе, как-то друг друга объявили о том, что они свободны перед друг другом, никаких обязательств они не должны содержать. И часто происходило так, что они друг изменяли и приносили на самом деле большое количество боли таким образом. И, возможно, отсюда и возникает этот момент анализа, что есть вообще современная женщина. И как раз от этих женщин он будет постепенно как маячок. То он будет приходить к таким фигуративным образом, рисуя вот таких растерзанных дам, то приходить наоборот к таким совершенно абстрактным композициям, как огненный остров. Как бы не хотели мы найти здесь остров или хотя бы цвет огня, красный цвет, но здесь практически его нет. Это такая абсолютная абстракция, где форма абсолютно распадается на формы. Тут нужно вспомнить, что Уильям Декунин он был из Голландии. И он, конечно, прекрасно знал творчество Пита Мадриана, с которым он будет вступать в определенный диалог. И вот тому подтверждение картина раскопки. Потому что в раскопках, как, собственно, сам он рассуждал, это происходит буквально распадание вот этой четкой структуры Пита Мадриана, которую мы с вами видели. Помните, он фресировал все время эти прямоугольники, квадраты, использовал три основных цвета. А здесь вот эти три основных цвета, те же самые желтые, красные, и синие, вы должны раскапывать. Вы должны вот эти как бы буквально осколки времени, вот это какой-то какие-то элементы битого стекла, битой керамики вырошить, убирать, для того, чтобы найти вот эти элементы цвета, эту историю буквально абстрактного искусства. И Североатлантический океан — это работа, которая навеяна вот его таким очень красивым романтическим путешествием из Голландии в Америку. Он будет часто обращаться к этой теме воды, океана, потому что, конечно, для него это самое грандиозное впечатление всей его жизни, всей его творчества. Марк Ротко. Марк Ротко, он был сам родом из Двинска, это была Витебская губерния, сейчас это территория Латвия. И в десятых годах его отец, пугаясь нарастающих антисемитских настроений, берет свою семью и переезжают они все вместе в Америку. В Америке он меняет свою фамилию, он Маркус Роткович, а в Америке он становится Марк Ротко, для того, чтобы как раз немножко так стереть свою еврейскую идентичность. При этом он вообще видит себя не как художника, он начинает как успешная математика, он скажет, что в этом деле действительно он добивается успеха. И только позже, перебравшись уже затем из, если я не ошибаюсь, Портленда в Нью-Йорк, в Нью-Йорке он погружается в художественную такую богемную жизнь, он ознакомится с Аршиллом Горке и приходит к идее живописи. Но приходит он к живописи, тоже не сразу он ныряет в эту абстракцию, он сначала рисует фигуратив. Мы видим подземную фантазию, это изображение метро станции метрополитена Нью-Йорка. Посмотрите, вот эти вытянутые формы не могут напомнить сюрреалистические образы. Кроме того, здесь возникают очень какие-то странные, такие буквально бестелесные образы-призраки. И здесь, конечно, Ротко переосмысляет это пространство, где сталкиваются совершенно разные люди, буквально здесь люди назначают встречи, они срастаются, здесь они спешат на работу. То есть фактически подземная жизнь это аллегория такой большой человеческой истории, большой человеческой жизни. У Марка Ротко тоже на самом деле как-то не складывалась идеальная личная жизнь. Сначала от него ушла одна жена, прямо перед самой смертью ушла и вторая жена. И накануне встречи со второй своей женой чувствовалось как-то в нем некий подъем. И в этот момент появляются вот такие абстрактные образы, медленный вихрь, такой вальсированный танец, вот такая целая серия работ, посвященная вот таким абстрактным композициям, где, ну вот я бы не сказала, что мы чувствуем здесь какую-то меланхолию, радость или какую-то эмоцию. Здесь пытаются найти некую гармонию этих форм, разрабатывая друг с другом. Но не этими работами прославился Марк Ротко. И вот его абстрактный экспрессионизм, он выливается все-таки вот в такие цветовые поля, которые, собственно, он сам так именовал. Это очень большие работы, иногда в два, иногда в три метра высотой. Концепция в том, что вы должны медитировать на этот цвет, вы должны действительно погружаться в него. И, собственно, что говорил Ротко? Я не заинтересовалась в отношении цвета и формы, чего-то еще. Меня интересуют выражения базовых человеческих эмоций, трагедии, экстаза, рока и так далее. При этом этот рок, этот экстаз или трагедия, они не передаются вообще сюжетом, а именно цветом. Вот глядя на эти картины, вы должны что-то ощущать. Ну, вы понимаете, что это фактически цитаты мысли Кандинского, которые я как раз рассказывала вчера. И главным его произведением является в этом смысле капелла Ротко в Хьюстоне. Эту капеллу он оформил вот такими блоками черных произведений. И при беглом взгляде может показаться, что это просто черные какие-то холсты, закрашенные таким единым как будто малярным слоем. На самом деле он их создавал лисировочной тонкой краской, то есть, значит, лисировкой. Значит, тонкими мазками он носил этот черный цвет. И сквозь черный цвет, если при долгом как раз рассматривании, при долгом погружении в эти полот, вы начинаете видеть как раз свет. Потому что сквозь эти линии начинает проступать вот тот самый белый свет. И работы Марка Ротко, они, конечно, при жизни еще стали особенно популярны. В этом смысле, конечно, дорогу приложил Марк Ротко отчасти и его предшественник, тот самый Аршил Горки. Хотя, когда он начинал, его также одновременно очень много критиковали. И очень долго сомневалась одна из главных галеристок того времени, Пегги Гугенхайм, основательница того самого музея Гугенхайм, брать вообще работы его или нет. Ну, как это часто бывает, смерть художника очень сильно, соответственно, изменила в дальнейшем ход популярности его работ, потому что цены, конечно, сразу взлетели. Заканчивают жизнь Ротко себя в мастерской, он скрывает себе вены. В общем, тоже такая очень трагичная история. Давайте с вами подведем выводы и сделаем итоги по теме абстрактного экспрессионизма. Два раз цвета абстракции наступили после двух мировых войн. Первая мировая война, это как раз активное появление абстракции в работах Пита Мадриана, Кандинского. Вторая мировая война, это уже Америка, это как раз Джексон Пуллок, Марк Ротко, Уильям Де Кунинг. Художники отказываются от артистического изображения, потому что ну как после войны рисовать то, что тебя окружает. В любом случае этот образ будет травматичен. Будьте рисовать идеальную природу, для художника, который побывал на войне, это будет боль. Ему невозможно писать идеальную природу, потому что мир, который он увидел, это мир смерти. Если будете показывать образ какой-то трагедии, того там самого распятия, образ боли, это еще болезнь не будет воспринимать современники. Поэтому единственным возможным образом, которому относятся, который на самом деле является выходом для многих художников, это выход как раз в абстракцию. Второе. Картины абстрактного экспрессионизма являются психическим, привязаны с акцентом на интуитивное использование техниках и материалов. То есть вы, опять же, вы не пытаетесь контролировать этот поток, вы не пытаетесь создавать какие-то эскизы, этюды, как о том говорил Кандинский. В данном случае, уже в послевоенное время, вы пытаетесь, как говорили сюрреалисты, отключить свое сознание и работать с цветом из краски, как там подсказывает ваше тело, в буквальном смысле, ваши руки. И последнее. Картины абстрактного экспрессионизма не имеют какую-либо структуру и композицию. Если мы говорили о структуре, когда я показывала работу Питта Мандриана, то здесь структура ломается. И вот тому хороший пример это картина раскопки. Второе. Поп-арт. Поп-арт говорит о том, что на самом деле современный мир постепенно переживает кризис войны и начинает заполняться лавки магазинов, лавки продовольственных каких-то лавок, новыми товарами. И эти товары рассказывают о новой эпохе жизни человека. Жизнь, которая возрождается с нуля, жизнь, которая наполнена теми же самыми желаниями, как это было до войны, то есть желанием развлекаться. И начинается Поп-арт не в Америке, начинается он в Англии. Мы видим сейчас работу Ричарда Гаминтона, это один из представителей как раз английского Поп-арта. Но что интересно, Англия-то как раз переживала кризис, и она еще не совсем пришла в себя. И поэтому то, что вы видите в этой картине, а это по сути работа, выполнена в технике коллажа, это все предметы американского быта. То есть это Англия, которая мечтает то, что есть в Америке. Она мечтает о том, что можно купить несколько долларов радиоприемник, можно сходить приобрести эти леденцы, заниматься тем, что у тебя свободное время будет на досуг, на спорт, на тех самых девочек пенап и так далее. И мы видим здесь те предметы, которые являются абсолютно новинкой для той эпохи. Это пылесос, который здесь представлен на лестнице, это неоновые вывески, которые видите в окне, и неоновые вывески всегда будут ассоциироваться с образом как раз отелей, мотелей, которые находятся на дороге, соответственно, с девочками, которые вы там можете встретить, нанять, какие-то скрутуслуги, которые можете заказать. Соответственно, эти девочки здесь тоже появляются, потому что поп-арт отсылает нас к эпохе плейбоя, потому что как раз это время появления этих журналов, где вы за плейбоем, изначально он был ориентирован на рабочий класс, поэтому он продавался очень-очень дешево. И отсюда, на самом деле, вот это гигантское количество обнаженных женских нюх, которые буквально заполонило Америку. И вот те самые как раз радиоприемники, какие-то консервы, телевизор. Вот все то, что нужно до счастливой жизни, говорили художники. Но все-таки центром таковым поп-арт станет затем Америка, ибо в Америке есть и финансовые возможности для реализации этой идеи, и Америка чувствует, что на самом деле ей уже тесно в рамках абстрактного спрессионизма, хочется что-то большего, хочется больше радости, потому что много трагедий все-таки несет вот эта абстрактная живопись. И тогда тут буквально на помощь приходят художники, которые активно сотрудничали с глянцевыми журналами. Напомню, что Энди Уорхо он изначально был иллюстратором и работал для многих просто женских глянцевых изданий, рисовал сапожки, шляпки, модные костюмчики. И затем, работая как раз с методом такого массовой печати, он приходит к идее, что нужно вообще-то свою картинку тиражировать. И может быть вообще не нужно ее создавать, потому что сейчас главной иконой общества является продукт на полке. Продукт, который одновременно вкусный, доступный, качественный. И вот эти продукты уравнивают в правах абсолютно всех. Потому что, как говорит Энди Уорхо, эту Кока-Колу покупает и пьет края левая Елизавета и покупает рабочий, фабричный, вечером после своего трудного, тяжелого дня. то есть, теперь в эпохе действительно в том, как современники его относятся к этим товарам и чувствуется новое совершенное отношение. Эпоха массового производства, она действительно стирает эти грани социальных классов, сделает всех одновременно равными в своем выборе. Кроме того, Энди Уорхо сделал фактически иконой своего стиля не свой почерк, а именно готовые объекты. Отсюда возникает понятие ради-мейдов. Он иногда и выставлял, просто покупал упаковки порошков брила, но иногда, как вы видите здесь, это метод тарапоретной печати. Когда вы на сетку наносите изображение, затем через станок пропускаете несколько листов бумаги. Таким образом вы имеете одинаковое изображение на 5-7-10 листах. Не только Энди Уорхо разображал бутылку. Роберт Раушенберг, который тоже активно сотрудничал с поп-артистами, по-своему так показывает план Кока-Колы. Чтобы понять этот план, я специально здесь ставила картинку Никаса Мафракиски, потому что это то, что заменяет нам идеал красоты. Мы вчера говорили про те самые Венеры, которые переосмыслены были экспрессионистами и фавистами, а уже от Венеры здесь ничего не остается, потому что Венера просто сама по себе красивая, а Кока-Кола утилитарна, поэтому давайте лучше пить Кока-Колу. Она также прекрасна и визуальная, потому что сама бутылка прекрасна и вкусна, в отличие от Никаса Мафракиски, к тому же еще приносит пользу, она удовлетворяет твою жажду здесь и сейчас. Поэтому план Кока-Колы затмить буквально те самые привычные образцы красоты и идеала, которые есть в классическом искусстве. И от вот этих отдельных объектов масса употребления, порошка, изображения Кока-Колы, супов Кэмпбелл, кстати, и сам Энди Орхел ежедневно, причем это делано очень демонстративно, он употреблял эти бургеры. Он все время обедал этим бургером, он все время делал эти супы Кэмпбелл. То есть это для него не только визуальная картинка, это как бы часть его реальной жизни. Дом Виссельмана это тоже дом вот такой идеальной американки, о которых рассказывали в красивых американских журналах, абсолютно глянцевый такой вычищенный образ, причем в буквальном смысле, поэтому настолько он вычищен, что мы даже не видим здесь ее лица. Здесь главное показать некие отдельные такие части именно женского узнаваемого тела, и он работает методом практически такого коллажа, который приходит в инсталляцию, потому что вот здесь уже в реальный размер показана дверь, здесь уже привязана реальная занавеска, при этом тело, плитка, значит, тут ванна, все это сделано очень нарисовано. Здесь с одной стороны возникает ирония, потому что очень активно Америка начинает вести борьбу с идеей гигиены, активно постулируется такой чистый образ жизни, американки на всех журналах чистые, намытые, напудренные, реклама больше всего делает акцент, внимание на порошках, на всяких там отдушках, мылах, гелях, шампунях и так далее. И вот этой теме посвящает он целую серию своих работ. Кроме того, теперь появляются еще отдельно переосмысленные натюрморты. Мы видим здесь натюрморт, ведь они еще имеют такой буквально каталожный абсолютный эффект названия, то есть натюрморт 39, натюрморт 40 и так далее. Просто следующий натюрморт имеет, соответственно, следующую нумерацию. И вы можете догадаться, разглядывая эту картину, что это дом одноэтажной Америки, поэтому в окошке мы можем увидеть вот тот самый Нью-Йорк, который там находится где-то на холме, а мы с вами живем в той самой Америке, которая ассоциируется, конечно, с большими торговыми центрами, с лавками хот-догов, где там в заведении продаются большие бургеры, большие молочные коктейли и так далее. Поэтому здесь на переднем плане это возникает перекличка с творчеством фламандских художников, которые писали, помните, гигантские рыбные лавки, мясные лавки, где стол буквально ломится от изобилия. Здесь тоже стол ломится от изобилия, но это все продукты такой, знаете, ну, быстрой еды, где нужно скрыть консервы, чтобы открыть ананасы, разогреть за 5 минут в микроволновке эту еду, чуть-чуть в духовке подержать, в общем, все будет готово. Затем здесь есть имитация реальных вещей, как эти бутылки саванап, это на самом деле он их специально имитирует, он создает такой эффект муляжа. Я чуть позже расскажу про этот абстрагируется от этих объектов, от окошка, от стола, от самого холодильника, то мы увидим, что на самом деле основой этой картины является абстракция, структура абстракции, про которую говорил Пит Мудриан. И художник Васильман знал прекрасно этот прием. Кроме того, он не случайно на эту абстракцию накладывает вполне себе узнаваемые реальные объекты, говоря о том, что реальный мир массоупотребления, он как бы придавил эту идею чистой абстракции. Это философия искусства, очень такого аскетичного. И наверху не случайно мы здесь видим работу «Сидящая женщина Пабло Пикассо» 1927 года, как бы говоря о том, что этот мир искусства окончательно побежден желанием простого потребителя, для которого вместо Венеры гораздо приятнее купить банку колы, вместо похода в музей гораздо приятнее сходить в кино и посмотреть фильм. И его тоже хороший друг, художник Лассандальбург, видите, такая интересная у него фамилия и имя, он был шведского происхождения. Его отец был дипломатом в Америке, поэтому с финансовой точки зрения здесь не было никаких проблем, здесь нет истории про self-made художника, художник, который начинает добиваться его сам и так далее. Лассандальбург, закончив художественный институт, открывает лавку и называет ее магазином. И в этом магазине он осуществляет критику как таковой институции галереи, потому что в этом магазине он продает те самые объекты, которые вы могли встретить в магазине продуктовом, буквально напротив. Но при этом все объекты он создает самым, с помощью гипса, с помощью папье-маше, используя при этом масляные краски. То есть он гипс иногда покрывает масляными красками, и остается такой странный сверхрористический объект. Как вам кажется, эти объекты имели стоимость тех же самых цен, как в продуктовой лавке напротив, или они стоили чуть выше? Да, они стоили выше, потому что он говорит, что он все-таки приложил руку к этим произведениям, и поэтому сейчас он может и имеет право называть их предметами искусства. То есть он вообще получается таким образом опрокидывает идею, что ему, как начинающему художнику, необходимо завязать какие-то связи с галереями и с музейными институциями, что он может сам просто снять помещение и открыть галерею, которую он зовет еще при этом магазин, и продавать все предметы по ценам вполне себе даже галерейным. Отсюда у него возникает идея, что на самом деле те объекты, которые нам кажутся узнаваемы, приятны, они могут быть иногда деформированы. Что, если мы узнаваемый вот этот унитаз, сделаем мягким, станет ли он другим? Будет ли он выполнять эту роль унитаза? Уже, конечно, нет. Он как будто оплавлен, и, возможно, мы бы никогда не узнали, что же это за объект такой. То же самое с этим бургером. Этот бургер настолько гигантский, что на него, когда он был выставлен, можно было ложиться, спать, прилечь, присесть и так далее. Это гигантский такой пуф, по сути. То есть это объекты, которые уже настолько нас задавили своими объемами, своими размерами, что тут можно просто на них прилечь, поспать и просто отдохнуть. Ну и главный, конечно, представитель поп-арта Энди Орхелл, который говорит, что теперь его цель это работа со звездами, потому что этих звезд, вот сама идея этих звезд, откуда-нибудь к ним пришла. Он же, поскольку работал с глянцем, соответственно, зритель покупает теленный журнал, потому что на обложке узнаваемая личность ему представлена, потому что внутри какая-то личная история поведана той или иной личностью. И именно из попытки покопаться в чужих биографиях, узнать какие-то скабрезные подробности, люди покупают эти журналы, а затем вместе с ними всю ту рекламу, которая сопутствует этим историям. И отсюда он выбирает главный образ Америки, он выбирает Мерлин. Причем Мерлин пишет совершенно в разных варианциях, она у него и белый, и черно-белый, причем черно-белый, она имеет еще и трагический образ, потому что, видите, чем больше он делает эту трафаретную печать, тем больше высветляется образ. Зная о ее преждевременной смерти, мы понимаем, что эта работа уже имеет какой-то зловещий немного оттенок. Здесь, с одной стороны, она выполняет роль такой очень красивой, яркой актрисы, которая романила умы не только мужчин, но и женщин. То с левой стороны, мы знаем как бы обратную сторону. Женщина, которая лечилась с депрессантами, женщина, которая в итоге от них же закончила свою жизнь. И он понимал, что, конечно, все эти работы, которые остаются вручную, которые продают эмоции, но это что-то немножко является устаревшим. Гораздо приятнее работать с тем, что точно вызовет интерес у зрителя, как выбирает этот образ Мерлин. И здесь несколько еще художников, которые разрабатывали тему. Храдо скажу, что не только у Орхола есть Мерлин в работах. Тот самый Ричард Гамильтон, с которого начинается история терминология поп-арта, он достал каким-то образом пленку Мерлин. И Мерлин еще при жизни очень так категорично отсматривала все кадры, которые были сняты во время коммерческих съемок. И когда ей что-то не нравилось, на пилочке для ногтей по этой пленке процарапывал этот крест. И многие виды в этом крестике это детские символы поцелуйчиков, потому что здесь что-то есть от нарциссизма, любование себя. Но в то же время такой акт самоуничтожения, буквально в смысле агрессии. Здесь чувствуется, опять же, ее какая-то трагичность, что ли, предписанная ее биографией жизни. Алан Д'Арканджелла, он предлагает вообще зрителям слепить ее лицо. Потому что, с одной стороны, даже без узнаваемой улыбки и глаз, мы уже четко ассоциируем образ вот этой такой блондинки в такой откровенной такой одежде. Мы ассоциируем ее именно с образом Мерлины Монро. Поэтому, на самом деле, она может быть вообще без этих губ, без носа, без этих глаз. И вполне себе у нас уже этот конструкт очень легко складывается в уме. Мы также можем поиграть и добавить чуть-чуть. То есть Мерлин, по сути, воспринимается в некий такой образ игровой, кукольный, как на самом деле она часто и представляла себя на публике, играя девочку, выбирая специально иногда для себя очень пониженный голос, такой юной девицы и так далее, отвечая на вопросы несуразными какими-то ответами, словно она не понимает, о чем речь и так далее. И увлекаясь вот этой повседневностью, увлекаясь тем, что, значит, то, чем, то, что волнует современного человека, он понимает, что его волнуют не только звезды, не только киноактрисы или кинодивы или там бургеры и супы, но также и трагедии большей смерти. И поэтому Энди Ройхелл начинает как раз обращаться к теме катастрофы. Начинается все как раз с вот таких вот заголовков «129 погибших в самолете» газеты «Нью-Йорк Мирору». А после этого он берет эти снимки катастрофы, надо сказать, что сейчас такое уже, наверное, не практикуют, мне кажется, все-таки в журналистике, чтобы прям вот страшные перевернутые автомобили с трупами фотографировать и на первых полосах где-то помещать. Сейчас, мне кажется, такое не встретишь. А вот тогда это было абсолютно новым явлением, и поэтому с одной стороны конечно эти картинки призваны, чтобы воспитывать зрителя, чтобы с одной стороны уберечь его от возможных страшных катастроф, то здесь он Орхелл берет и идет еще дальше. Он их печатает и выставляет в музей. Он заполняет этими картинками все. Причем иногда он использует так много краски и так много чернил, что через трафаретную печать все превращается в абсолютно черное пятно. Вы уже не можете ничего не увидеть, и возникает тот самый эффект туннеля без света в конце. Джеймс Розенквист тоже один из поп-артистов, который разрабатывает очень популярную идею. Это как раз сделан на работу президент избран до его смерти. Джон Кеннеди здесь проезжает в автомобиле, который в дальнейшем будет ассоциироваться с образом его убийства. Это лимузин. Лимузин, который во время его избрания ассоциировался с образом успеха. Поэтому здесь видите такой еще пирог. Он здесь улыбающийся, потому что это образ счастливой именно Америки, который затем будет ассоциироваться с образом гибели самой демократии страны. И Энди Уорхелл подхватывает эту очень острую тему, когда после убийства все начинают в СМИ показывать его жену. И он называет ее так по-небратски Джеки Кеннеди. Она Жаклин Кеннеди. И показывает ее в тот момент, когда она отправляется на похороны своего мужа. Причем на самом деле она была очень такой мужественной дамой. И несмотря на то, что они для всей Америки представляли образ идеальной пары, и каждое издание любило показать всему миру картинки счастливого времяпрепровождения. Они устраивали завтраки где-то там во время прогулок, они все время были вместе, они танцевали, и с их лиц не сходила вообще никогда улыбка. То здесь все оборачивается против нее. Здесь это образ уже страшной вдовы, и именно такое она постулируется в СМИ. И кроме того, после смерти Кеннеди в тот страшный момент она не снимала жакета, который был обрызган кровью ее мужа. Собственно, такой ее и затем будут печатать на картинку журнала. И, собственно, вот видите, как он берет и добавляет эти образы. Та самая счастливая когда-то Жаклин Кеннеди стала уже посредине вот эти голубые фотографии. Втором ряду, третий ряд, черно-белый. Это та самая Жаклин, которая уже является образом настоящей трагедии. Ролихтенштейн. Вместе с Энди Орхолом они зацепились за очень мощного продюсера Кастелли, Лео Кастелли, который, собственно, из них и сделал бренд по парту. Он активно продвигал их работы и занимался продажей их произведений. И когда он впервые показал ему свою работу и комиксов, он сказал, что Энди Орхолу не нужно этим заниматься, пускай у Энди Орхола будет сфера вот этих готовых родимейдов и их перевод в трафаретную как раз закрепится понятие такого художника комиксов. Ролихтенштейн начинает как раз как художник, которому безумно нравилась абстрактная экспрессионистическая живопись, и у него очень много таких ранних работ. Но позже он понимает, что мир меняется и что вот этот образ печали его немножко сковал сам себя. Поэтому когда он любит рассказывать одну и ту же историю, к нему приходит сын и показывает эту картинку. из комиксов, которые он читал, говорит, папа, можешь мне такое нарисовать? И папа решает разработать эту картинку на крупноформатном холсте. Здесь мы видим игру, потому что здесь все друг с другом смеются, ибо утка не закидывает улочек, она сцепляет само себя. Это то, что испытывал сам художник. Он как бы зацепил себя, он ощупал то, что затем и станет его визитной карточкой. И от этого образа смотри, Микки, он уже переходит к большим историям, в которых рассказывается история одновременно трагедии, история какой-то большой любви, больших переживаний. Но из-за того, что это передано именно в комиксов, в стилистике, образ трагедии, образ печали, он нивелируется. И он показывает на самом деле здесь картину, которая стала одной из самых первых покупок в Музее современного искусства, потому что он показывает здесь взрыв самолета. А что это такое? Это его размышления на тему как раз войны во Вьетнаме. Потому что он сдал, у него был курс летного вождения, он был начинающим вполне себе летчиком. И поэтому вот эта тема для него была очень такой волнующей. Он сам не понимал вообще, стоит ли ему отправляться на войну или нет. Ответом на все эти вопросы стали вот такие картинки. Глядя на них возникает эффект игры. Какой-то там компьютерной игры, какие-то стрелялки, это бам, бух, бац, но при этом нет ощущения трагедии и тех смертей, которые стояли за этими реальными событиями. И самые такие его культовые образы это изображение девушек. При этом мне очень нравится, как он пытается представить, что эти все девушки из глянцевых американских журналов страдают по нему. Потому что мы видим здесь с правой стороны может быть, он заболеет и не сможет покинуться в студию. Но студия имеет в виду мастерская. То есть это девушка, блондинка, практически та самая Мерлин Монро, которая мечтает встретиться с Ролихтенштейном. Хотя в его лежительной жизни тоже как-то было не очень все задачливо. От него ушла жена с детьми, поэтому он в основном практически все время находился в одиночестве. или вот эта работа тоже одновременно смешная, потому что девушку затягивает воронку, а она при этом говорит, что бы со мной не было, я лучше утону, но не буду звонить Бреду и просить о помощи. И мы не принимаем этот образ как образ последнего слова. Нам все кажется, что это такая же самая красивая девушка, заглянся, она сейчас вынырнет и будет рекламировать шампунь для волос. Давайте с вами сделала выводы по теме поп-арта. Поп-арт он подрывал престиж, сосредоточенный на эмоциях беспредметной живописи, абстрактного экспрессионизма. Поп-арт фокусировался на повседневности, отсюда возникают темы смерти и войны. Самым популярным сюжетом поп-арта стали всевозможные продукты и товары масс-маркета. Приемы, используемые в поп-арт это калаш, это тираж и редимейты. Ну, а теперь те, кто ответили на вот такую очень яркую культуру поп-арта. Знаете, каждый здесь начинает отвечать предыдущим художникам, предыдущим поколениям. Вот концептуалисты, они уже в свою очередь противопоставили свое искусство вот такому яркому, заманчивому поп-арту. И мы видим здесь работу Соли и Вита «Красный квадрат, белые буквы», которая описывает саму себя. Потому что художники верили, что в работе нужно только соответственно то, что ты пишешь. Больше ничего не нужно. Вот ты пишешь белый квадрат, напиши черными буквами, что это белый квадрат. Больше здесь в работе ничего вообще не нужно показывать и рассказывать. Потому что все остальное это очень излишнее. Все остальное это про культуру, про развлечение. Теперь давайте вспомним, что есть у художника. Художник уже не так мало осталось средств. И самой главной работой концептуализма является это произведение, которое называется «Стул и три стула». Джозефа Кошета. Но нужно вспомнить, что Кошет на тот момент, когда он придумал эту работу, ему было всего лишь 20 лет. Он только закончил художественный институт. И когда он пришел к мысли создания вот этой работы, этой инсталляции, где показаны реальность, ту фотографии и текст, текст, который, собственно, объединяет, что есть ту, таковой, он отсылает нас к идее Платона, которая рассказывает про идеальное государство. И вот у Платона в идеальном государстве есть определенные жанры музыкальные, которые он чествует, которые он критикует. Есть то же самое, что он говорит в литературе, есть определенные жанры, которые должны существовать в идеальном государстве, а те, которые, значит, там связаны с трагедией, не должны, потому что они будоражат какие-то такие глубинные чувства, надрывы, ощущения трагедии. В идеальном государстве таких не должно быть произведений. И совсем он уже, как-то, знаете, не приветствует художников, потому что он говорит, что художники создают копии-копии. И объясняет таким образом, что изначально Бог создал диван. То есть этот диван как некий образ, некий проект. Затем он эту идею передает в голову буквально ремесленнику. И ремесленник, получая эту идею от Бога, создает этот диван во плоти. А художник что делает? Он пересовывает этот диван. То есть он создает копию-копии. Поэтому для него нет места в идеальном государстве. И вот здесь как бы на эту тему копии, что является оригиналом, что копием, и размышляет как раз Джозеф Кошет. Является ли фотография копии стула? Является ли текст копии этого стула? Является ли стул копии стула того самого, предположим, оригинала и так далее? Потому что это стул массового производства. Ну и поэтому здесь уже, знаете, не столько важно, как ты работаешь, какой это стул. Стул может меняться, трансформироваться, он может быть плетен, он может быть и киевский, может быть каким-нибудь дачным стулом, офисным пластмассом. Потому что здесь не важен объект, здесь важна идея художника. То, какими средствами будете ее перевоплощать, ну, в общем, зависит от вас. И на самом деле можно в интернете найти кучу мемов на эту тему, как там стулья заменяются, знаете, там, красивыми, аристократичными креслами, или наоборот, делаются из картона, да, или там кто-то показывает вместо стула какие-то там сидят эти унитазы и так далее. Затем он, видимо, уже устав делать все эти бесконечные копии стульев, иногда вместо стульев у него там были лампы, рамы, фотографии, он переходит к неону. И повторюсь, что неон в Америке это образ развлечения, потому что он манит, он, соответственно, создан для того, чтобы в ночи привлекать внимание, то есть буквально нас, как бабочек, тянуть на свет, а здесь он использует неон для того, чтобы показать совершенно какие-то очень банальные вещи. Он берет неон и пишет четыре цвета, четыре слова. И вы видите четыре цвета, и видите всего лишь четыре слова, ничего больше здесь нет. Или вот это произведение, которое называется «Что это значит?» Потому что это тот вопрос, который возникает у любого зрителя, который находится на экспозиции, концептуалистов, которые пытаются разобраться вообще, что им хотел сказать художник. Но ничего, кроме того, что вы видите сверх, идей здесь нет. Ну и последнее. Кошут очень хотел, вообще он увлекался очень Зигмадом Фрейдом, и после смерти Фрейда в Вене оставалась его квартира. И нужно было как-то сделать из нее музей, как-то ее оформить. И директором назначили того самого Кошута, который активно продвигал свою кандидатуру в эти позиции. И он придумал инсталляцию, которую назвал «Ноль и нет». Это идея о том, что как раз рассказывал Фейд, что мы пытаемся с вами все негативные мысли и эмоции, события вытеснить из нашей жизни. Иногда даже человек может забыть о том, что с ним происходило что-то страшное, какая-то ранняя авария в раннем детстве или в юности, или какие-то неприятные встречи, которые мы пытаемся встретить из нашей памяти. Но на самом деле при любом не очень глубоком погружении в психоанализ и занятии психотерапевтом, скорее всего, все эти моменты будут всплывать. Он как раз говорил Фрейду, что мы можем это вытеснить, но мы не можем стереть окончательно из нашей памяти. Они все время будут у нас. И этот текст Дигмунда Фрейда он воспроизвел на стене этого музея и по-своему закрыл таким черным скотчем. И весь текст написан на немецком языке. И несмотря на то, что на первом плане есть скотч, очень легко читается это произведение. Ну, если бы, конечно, мы знали немецкий язык. Роберт Моррис. Моррис начинает он с таких минималистичных произведений. Его работа первая называлась «Литание», как дань известному художнику-дадаисту Марселю Дюшану. На каждом ключике, который вы видите, то есть это такая связка ключей, и на каждом ключике была цитата этого французского художника. Эту работу купил у него друг, но друг так и не заплатил денег. И очень сильно разозлившись на него, Моррис нанял адвоката и написал вот такую декларацию, которую потом заверил юридически о том, что он лишает это произведение, которое забрал у него друг, какой-либо эстетической и, соответственно, финансовой ценности. Значит, все это было заверено, причем на коже еще очень красиво так визуально, он сделал отпечаток этой работы и, собственно, рассказал об этом другу. Может быть, уже к этому времени друг. И тогда тот, как раз владелец этой летания, он понял, что нужно все-таки заплатить, наверное, денег, он заплатил за эту работу, купил у него эту декларацию, а сейчас, видите, как-то по иронии же судьбы, обе эти работы находятся в музее современного искусства Нью-Йорка, говоря о том, что у них уже есть художественная ценность, что они являются частью истории концептуального искусства. Ну, Моррис на этом не остановился, он проходит к идее такого чисто концептуального произведения, он пишет ящик со звуками его изготовления, я вот ставила здесь ссылку, ну, да, наверное, потом можно, посмотреть, на самом деле, Роберт Моррис, если забивать английскими буквами, да, и вот этот ящик, что, собственно, этот ящик себя представляет. Это просто деревянный ящик, и внутри него находится какая-то записывающая лента, которая рассказывает, что слышал художник во время изготовления этой коробки деревянной. Вот звук пилы, забивание гвоздей, какие-то там разговоры художников и так далее. То есть этот продукт, который сам воспроизводит себя и рассказывает о процессе его изготовления. То же самое в этой картотеке. Пока художник задумал писать эту картотеку, а картотека это с чем ассоциируется? То есть с библиотечными этими ящиками, да, каталожными. Здесь в каждой такой вот получается бюллетень этого ящика раскрывает нам события, которые происходили в жизни художника, пока он писал эту картотеку. Как он встречался с друзьями, они приходили, отвлекали его от работы. Значит, как там приходил курьер, стучался, как там у него ломался кран и так далее. В общем, все, это идеи какие-то, которые к ним приходили в время создания той или иной работы. И как весь этот процесс задокументирован и теперь находится в картотеке. Визуально это непривлекательно. Более того, вы и потрогать не можете эту картотеку, потому что она по музейным стандартам не может быть предоставлена зрителям, чтобы мы с вами потрогали, иначе она сразу же превратится в труху. Поэтому это вот такая вот вещь абсолютно в себе. И он ковар, это японский художник, который активно как раз увлекся этими идеями и концептуализмом, он выбрал для себя на самый настоящий путь вот такого аскета. До конца своих дней он писал картины. Каждый день – это картина, и каждый день – это фиксация этого дня. Поэтому видите, здесь даты, месяц и год произведения показаны. Когда он не успевал сделать произведение, потому что делал его долго, это не трафаретная печать, это все как раз методом лессировки, он вырезал из ежедневных газет, из журналов те события, которые происходили в этот день. И печатал, соответственно, их приклеивал на холст. И до конца своих дней у него сохранилась вот такая очень скудная, видите, получается, черно-белая биография о том, что было. Вот это день, либо событие, день, либо событие. И еще несколько таких двух художников хочу вам показать. Концептуализм – это Джон Блдесарь, калифорнийский художник, который тоже очень увлекался абстрактным поспрессионизмом, но понял, что, видимо, надо с этим уже завязывать. Он совершил вот такой интересный акт самоуничтожения. Он уничтожил все работы, которые у него были проданы, которые у него были в мастерской. И из пепла он сделал печеньки, вот которые здесь находятся в банке. Он пепел запаковал в конверты, отправил своим друзьям, близким, подтвердив таким образом, что все. С предыдущим, с прошлым своим, предыдущим этапом в творчестве, с теми работами он закончительно попрощался. К чему он пришел? Он пришел к идее, что концептуализм, он работает и указывает на какие-то вещи. И об этом ему сказал как раз его близкий друг Алхелд, все концептуальное искусство просто указывает на вещи. Но это, конечно, не без критики было сказано. И разрабатывая эту мысль, Балдесари берет студентов, он еще был преподавателем прекрасным, и вместе с ним отправляется в лавке художников-любителей. Вот те самые любители, знаете, которые иногда продают свои работы на улице, они иногда будут прекрасным ремесленникам, они создадут прекрасные сюжеты, но иногда сложно понять, что нужно нарисовать. И в этом как раз, я бы сказала, такой посуществует водораздел, что есть искусство, которое попадает в историю, искусство, и почему некоторые художники, будучи прекрасными ремесленниками, стираются от истории, и мы их имена так и не знаем. В данном случае он сделал фотографии со своими студентами, указывая на определенные таблетки, на какую-то машину, на какие-то объекты, и затем эти фотографии отдал этим художникам, таким прекрасным ремесленникам, и просил их воспроизвести. То есть это такой сверхаристический получился у него образ. И при этом на каждой этой работе он подчеркивал автора. Поэтому, видите, здесь не просто он показывает руку, которая в свою очередь указывает на таблетки, а он рассказывает, что это произведение Эдгара Трансю. Никто об этом не узнал бы никогда, никто бы это не использовал, и, возможно, этот художник никогда бы не оказался в музее, если бы Балдесари не придумал этот проект. Поэтому в данном случае концептуализм, он отходит от всего такого сверхэкстраординарного и в первую очередь обращается к каким-то вещам, которые в будничной жизни мы с вами не замечаем, те, которые как бы мимо нас проносятся. Например, он одним из первых художников, которые вводят в сферу современного искусства фотографию. О том, что сейчас фотография является частью современного мира, как бы у нас уже не возникает никаких вопросов, мы как бы этому привыкли. А в то время это было абсолютно таким новаторским ходом. Кроме того, он часто просил своих студентов фиксировать реальность вокруг себя. Он говорил, вот просыпайтесь, и все, что с вами происходит на день, фиксируйте на пленку. Пытайтесь потом анализировать это. И в данном случае он показывает здесь художников, которые снимают шляпу, но эти шляпы не прикрывают себя. И здесь невозможно не вспомнить аналогию с Рене Магритом и его известным произведением, когда сын человеческий прикрыт яблоком. И мы не видим с вами лица этого персонажа. Кто он такой? Почему он прикрывается этим странным яблоком? В данном случае это шляпа, которая прикрывает от нас художника, и поэтому мы это лицо так и никогда не узнаем. Оно останется вне истории. Но этот жест воспроизводит тот или иной художник ежедневно и постоянно. Просто теперь мы остановимся на нем и давайте подумаем, как он вообще выглядит. Какие-то вещи, которые проносятся мимо нас, а мы их даже не замечаем. Марсель Броттерс, художник из Бельгии. Конечно, здесь уже отсылка к Рене Магритом. У него существует в творчестве прямо, я бы сказала, такой красной линии. Она происходит постоянно. Это параллель какая-то творческая, воспоминание его. И он, как и Бальдесари, он осуществляет такой акт, тоже, знаете, самосожжение в буквальном смысле, потому что он вообще был поэтом. Он был поэтом, писал произведения, но никто не покупал, и он жутко досадовал на этот счет. И в конце концов понял, что если ему стать художником, то он станет гораздо финансово успешнее. Он из своих томиков, стихов сделал вот такой вот объект, назвав его «Плохие мысли». Так называлось его произведение текстовое. Но мы этот текст как бы никогда с вами не увидим. Он весь зацементирован, тут покрыт непонятной оболочкой, поэтому можно только догадываться, о чем там он рассказывал, о чем, собственно, тут мечтал. Кроме того, как художник Бельгии, он очень много будет браться за какой-то бельгийский контекст. В данном случае это «миди», которое на французском переводится как «муль». А во французском языке вы, наверное, знаете, что очень часто возникает игра слов, потому что одно слово может обозначать совершенно разные слова. В данном случае одновременно это и «миди», и «форма». То есть это форма, чистая форма, она может быть пустой, потому что это «миди», которые он собирал после ресторанов, у кафе, которые выбрасывались массово тысячами, которые никому не нужны как мусор в буквальном смысле. Но эти «миди», которые меняют форму этой кастрюли, видите, поэтому крышка как будто подымается. Глядя на белый шкаф, невозможно вспомнить такую русскую фразу «не стоит и выеденного яйца», потому что здесь весь шкаф заполняют вот эти как бы объедки этих пустых яиц, это пустая форма. При этом белое яйцо, вот эта белая форма овала, объемная, она ассоциируется всегда, конечно, с образом ренессанса, с образом идеального. Возможно, вы тоже встречали у итальянских художников иногда в изображении богоматери с младенцем прямо вот над ней висит этот образ яйца, потому что образ яйца это образ одновременной неминности и образ чистой гармонии. В данном случае, видите, здесь нет гармонии, потому что все как будто побито, все наполнено каким-то странным, дешевым мусором. И первый как раз братарц, он придумывает идею такого фиктивного музея. Опять же, для русской культуры это не ново, потому что отъедешь куда-нибудь, встретишь музей утюга, музей стул и так далее. А для того времени это было абсолютно новинкой. Он придумал открыть музей орлов, потому что орел это образ такой красивый, это образ эстетический. Орел появляется на каких-то королевских гербах, это образ из рыцарской геральдики, это образ птицы, это символ Америки одновременно. И он этих орлов собирает повсюду, на изображениях пивных банок, на изображения этих винных пробок, на каких-то афишах дешевых и так далее. В общем, и собирает неплохую коллекцию. При этом в этой коллекции даже есть чучело этих птиц. И приглашает потом затем зрителей, предлагает им посетить его мастерскую. И, конечно, у многих возникает вопрос, ну что это? Это музей, это работа, это инсталляция, как это все оценивать? Потому что это критика музейной институции. Это критика того, что музей формирует свою коллекцию с нуля, это что-то, значит, то, что затем оценивается художественными критиками, куда приглашаются коллекционеры, собиратели, меценаты и так далее. А вот он этот музей организует сам и предлагает его посетить совершенно незнакомым людям. С правой стороны вы видите такие, по сути, знаки. Выполнены они как настоящие железнодорожные знаки с помощью эмали на жести. И эта трубка, это, конечно же, отсылка к известной трубке Рене Магриты, которая называется «Это не трубка, это вероломство образов». В данном случае такой алфавит он делает концептуализмом. Откуда все идет? От вот этой трубки Рене Магриты в буквальном смысле. Давайте с вами сделаем выводы по концептуализму. Итак, концептуализм это искусство идей, а само произведение художника уже не так важно. Концептуализм ставит вопрос, что вообще является искусством, можно ли эту вещь назвать искусством. И этот вопрос, как вы понимаете, он будет немножко так подвешен в воздухе, потому что ответ на него находит зритель для себя каждый сам. Концептуалисты говорили, что искусство не должно быть развлекательным, не должно просвещать. Единственное, что важно, это размышление искусства о самом себе. То есть давайте уже искусство очистим от каких-либо функций. Быть красивым, быть эстетичным, быть приятным, быть гармоничным, а просто показывать искусство ради искусства. Поэтому квадраты пишутся, как я говорю, и обозначаются белыми квадратами. Четыре слова, четыре цвета. Гиперреализм. Вот как раз, опять, это еще одно направление, которое противоставляет своей работе вот этой скудности визуальных концептуалистов. Гиперреалисты говорили о том, что давайте-ка с вами вообще уже покажем, что все-таки живопись, она не умерла, она продолжает существовать, просто она может немножко трансформироваться. Кроме того, давайте ее максимально усложним, сделать из таких картин, на которые будут подобны фотографии. В данном случае вы видите Дуэна Хансона, которая работала со скульптурой, и он использовал современный материал, он использовал силиконы, пластики, и он делал отливки с реальных людей, из этого возникали вот такие самые настоящие объекты из воскового музея фигур. Только теперь у Хансона интересует такой образ современного американца, потребителя, девушки, которая прихорашивается, молодых влюбленных и так далее. И, соответственно, таким образом создавая сверхлистические, но очень узнаваемые, невыдающиеся какие-то объекты, а наоборот женщины, которые кажутся всегда нам чем-то знакомым, потому что они похожи на наших соседей, на наших друзей, на наших родственников и так далее. И мы в них чувствуем вот эту связь со своей личной историей. И вот мы видим гиперреалистов, которые начинают нам показывать, по сути, как и поп-артисты, предметы своего времени, предметы своей эпохи. Роберт Бекеттл фактически главной темой своего творчества сделал вот такие автомобильные универсалы. Он так и любил очень делать конечный комментарий журналиста на поводу, почему все-таки это универсал, почему так много разных универсалов вы рисуете. Он говорил, что просто в универсал помещаются мои большие полотна, если поместить по диагонали, а другая машина бы, к сожалению, не позволила бы эту картину засунуть в себя. И вот эти модели, собственно, Бьюэк 71 или какие-то другие, это автомобили, которые были в его семье. Вот это вот 61, Пантиак, это, собственно, он пока, это его изображение, это семейная фотография. Такие фотокарточки, я думаю, есть в каждой семье. Фотографии детства, где все стали, сфотографировались. Кто-то нажал на спуск камеры, и таким образом фотокарточка появилась. При этом жена говорит, что ему хотелось специально, чтобы мы получились такими сверхобычными, даже немножко такими идиотскими. Здесь художник пытается показать, что вот этот архив семейный, эти фотографии, какие-то предметы, тоже, по-своему, безумно интересны. Почему не сделать их частью музейного пространства? Почему не рассказать о своих личных визуальных образах, которые трогают на каком-то публичном уже поле? И вот мы видим в 2011 году он показывает такой автопортрет. Художник, кстати, от него тоже ушла жена, ведь сегодня очень много таких историй. Он в одиночестве, таком гордом, показан вокруг новой уже машины, такого открытого кабриолета на фоне гаража. Мы даже дома его не видим. Мы видим только автомобиль, который является символом не только творчества, но, видимо, как-то и жизненного креда. Ричард Эстас это очень красивый художник, потому что он работает со сверкающими поверхностями. Он выбирает блестящий металл, стекло, прозрачное, какие-то витрины, свет, неон и так далее. И вот мы видим с вами телефонные кабинки. И первое, что бросается в глаза, это блеск как раз такого натертого до сверкающего какого-то сияния алюминия, сквозь который вы можете увидеть проезжающие желтые такси. Отсюда поэтому желтые линии на переднем плане. И затем уже сквозь, соответственно, вот это стекло этих кабинок вы замечаете, что там отражаются витрины напротив, что там, оказывается, за стеклом стоят женщины. Но это такая сверкающая реальность, которая уже теряет ощущение этой реальности как таковой. Потому что когда сверхреально изображено, соответственно, нет ощущения, что этот объект материален. Он утрачивает свою вещественность. Вот Уильямс Бридж, посмотрите, выбирает какой-то отдельный ракурс вот этих балок, этого такого пространства, которое в центре, вот именно причем он выбирает такое золотое сечение буквально, три четверти. Это точка, которая в себя как бы выбирает все вот эти линии, является неким центром. И при этом здесь сюжета как такого вообще нет. то есть они с одной стороны берут как концептуалисты какие-то вещи незнаковые, неинтересные, которые мы пропускаем мимо себя. От поп-арта они берут идею как раз вот этого блеска, вот этого сияния новой жизни, капиталистической такой вот самой настоящей славы. и мы вот сейчас посмотрим на работу Эстаса двойной автопортрет. Что это двойной автопортрет? Он стоит напротив витрины и фотографирует себя. И мы видим, что в этом автопортрете, ну вот, к сожалению, не могу сейчас показать, вот если вы увидите, там вот где-то ближе к серединной балке этой витрины стоит человек. Видно вам? И если чуть дальше увидите, там вот и еще появляется вот такая двойная получается экспозиция, если это была фотография. При этом, как работают вообще гиперреалисты? Они работают благодаря аэрозолям. Они часто проецируют картинку благодаря проектору на холст, делают, соответственно, контур, а тем благодаря аэрозолю наносят уже цвет. Из-за этого возникает ощущение, что вы смотрите не реальную картину, а как будто напечатанную. Вот при этом аэрозоль можно добавлять и масляной краски. И часто, когда вы, предположим, видите, что вам кажется это техническая как будто работа, созданная благодаря каким-то типографским машинам. Потом вы видите в этикетке описание холст масла. Так вот, потому что можно добиваться этих эффектов традиционными средствами. Чарльз Белл. Это вообще очень интересная история, потому что это художник-бухгалтер. И к 40 годам он ходил, занимался живописью, но понял, что вообще-то уже хочет просто быть художником. То есть он начинал именно как воскресный художник, когда у него было свободное время, он рисовал, но, видимо, уже достиг такого неплохого успеха, что мог вполне себе справиться и без бухгалтерской работы, которая приносила ему основной доход. Кроме того, его работы стали очень узнаваемы. Это художник, который показывал вот такой вот мир детства, мир жевачек, автоматах, каруселей, каких-то игрушек, все тоже сверкает, приливается, все кажется нам очень узнаваемым. И как раз вот Чарльз забыл, и затем происходят многие произведения уже Джеффа Кунца, который художник, который создавал копии-копии, по сути, вот как раз это про него. Здесь те же самые металлические эффекты, но только он и не воспроизводил картины маслом, он воспроизводил такие вот скульптуры, которые имитировали воздушные какие-то фигурки, образы, зайчики, собачки и так далее. И самый главный такой и самый известный художник гиперриализма это Чак Клоуз. Вот у Чака Клоуз тоже очень такая очень насыщенная очень судьба и биография. У него в юном возрасте сначала умер отец, у матери обнаружили рак груди, а у художника выявили нефрит, это болезнь бочек. И единственное, что у него было, чтобы справиться с этой болью, нарастающей, потому что из-за медицинских счетов, которые обрушились на его семью, семья должна была продать единственная своя недвижимость, это дом, в котором они находились. И вот переживая эти невзгоды страшные, он стал рисовать. И действительно, к уже зрелому возрасту неплохо так у него получалось, что он решил рисовать, показывая таким образом свою сверхреместность, поговоря о том, что ему любая задача очень может легко даться. Он берет фотографию, сначала он фотографирует все это на автопарад, и затем, проецируя на большой холст, сдавая какую-то страну, сверхфактуру. Посмотрите, мы видим каждый волосок на этом лице, который на самом деле сбриточа борода. Мы видим каждую складочку, каждый там вот прищик, каждую вот неровность его кожи. И когда мы смотрим на это лицо, а это гигантское лицо, оно больше двух метров в высоту, мы, кажется, что уже не рассматриваем реального человека, а мы смотрим, знаете, как ученые с вами в микроскоп, и получается, что не можем постичь это лицо как бы единым взглядом. Мы смотрим его очень детализированно, как бы, получается, выбирая акцентами те детали, которые нас цепляют, волнуют. Отдельно зубы, губы, нос, глаза и так далее. И он, работая с фотографией, конечно, очень много фиксировал еще себя, потому что просто физически иногда возможности не было выбирать там натуру или какую-то модель. Поэтому он, видите, себя показывает в юном, тут автопортрет 68-го года, большой, и автопортрет более поздний. И вот в поздней живописи он уже отходит от такого реалистического письма и выбирает такой метод, который складывается фактически из абстракции. То есть он пишет вот такие вот клетки буквально, и из этих клеток затем конструирует свое лицо. Как это все реализуется? То есть вот он сидит в адвалидном кресле, у него вот такой специальный мольберт на механизме, который можно крутить совершенно в разные стороны. И он сначала наносит эту сетку из квадратиков и затем заполняет все пространство этого холста. Что, собственно, он сам говорил Чак Клоул, что к этому времени ему вообще уже не нужна эта камера как таковая, она очень объективна. Когда она запечатлевает лицо, она не руководствуется никакими соображениями иерархии, согласно которым нос более важен, чем щека. Камера не знает, на что она направлена. Она запечатлевает абсолютно все. Я хочу иметь дело с полученным образом, он черно-белый, двухкамерный, перегруженный поверхностными деталями. То есть он пытается вот такой образ фактически показать, раздробить буквально на растр. То есть если вы будете сидеть дома и увеличить картинку на компьютере или на телефоне, в какой-то момент вы увидите, что вместо щеки отдельные будут просто точки такие расплывчатые. Вот то же самое он делает только в своей живописи, имитируя вот такой расплывчатый кадр, кадр, который уже мало имеет общего с реальностью. То есть это именно тот момент, когда он рассказывает, что художник переработал эту реальность. Это не просто ее копия, которая с фотографией сделана была. И давайте с вами сделаем выводы по гиперреализму. Кстати, еще важная вещь. Иногда вы можете встретить, что в книгах гиперреализм называется фотореализмом. Вот гиперреализм — это равно фотореализм, равно иногда суперреализм и резко фокусный реализм. Это все про одно и то же. Поэтому если в библиотеке будете искать гиперреализм, очень мало книг, фотореализм чаще выпадет. Но все-таки в русском скутоведении очень часто используют именно понятие гиперреализма. Второе. Гиперреализму свойственен натуралистичный, беспристрастный подход к изображению и привязанность к повседневным или индустриальным сюжетам. И вот эти повседневности — это, опять же, эстетика концептуализма, эстетика поп-арта — это вот эта сверкающая поверхность, вот те саморазвлечения, как у Чарльза Белла. Художники привлекали внимание к проблеме воздействия нашего восприятия действительности образов, навязываемых средствами массовой информации. Потому что мы, опять же, находимся в контексте каких-то глянцевых картинок, которые мы встречаем в журналах, встречаем в прессе. И главный вывод гиперреалистов, когда слишком реалистично, то уже утрачивается связь с реальностью. Поэтому это именно гиперреализм. И последнее на сегодня тема перформанса. Когда мы будем с вами смотреть книжку «Перформанс», изданный от Маркина. Я здесь тоже встречала в книжном магазине. То сначала там отдельно будет первая глава посвящена дадаистам, очень подробно описанная. Потом будет глава посвящена перформансу Баухаус. А потом, знаете, как в Ветхом Завете. Ты уже потерял связь, какое там израилевое колено идет по счету. Потому что перформанс является самым популярным направлением в искусстве. Потому что метод перформанса используют многие художники. Причем не как, предположим, Марина Абрамович, которая сделала перформанс основным методом своего творчества. Она, собственно, ему верна и по сей день. А для многих это один из вариантов для высказывания. А позже они уходят от перформанса, там вообще может быть в сферу дизайна или наоборот в сферу живописи и так далее. И вот я тоже выделяю список основных. Сейчас мы пройдемся по ним. И вот мы видим здесь Крис Бёрдена, Пронзион, это художник, который пригвоздил себя к автомобилю, если я могу ошибаться. Возможно, это Вольцваген. И это зачем он делает? Зачем он себе делает боль? Почему он здесь пригвождает? Ассоциация сразу, я думаю, у всех налицо. Это ассоциация с образом Иисуса Христа, с образом распятого. Если там был образ соответственно такой библейский, все-таки, который ассоциируется с идеей смерти ради спасения человечества, то здесь образ, который пригвожден самим капиталистическим миром, к этому миру вещей, от которого ты не можешь оторваться. Среди человеку он пригвожден к этим машинам, к компьютерам, к телефонам, и мы не существуем вне их пространства, вне их реальности. Начинается активно перформанс с 60-х годов. Начинается перформанс не столько в Америке, а именно как в Европе, который испытывал очень сильный финансовый кризис. Я говорю, что иногда нет у художников возможности, купить краски, зато очень хорошо можно свою идею передать какими-то иными способами, буквально набрасываясь на зрителя. И одним из таких перформансистов был Ив Кляйн, тоже такой гениальный в свою очередь продюсер, который никогда не рисовал, потому что его работы, они не про традиционные средства живописи. Он переосмысляет визуальный образ, которому встретился, о том, как он увидел боксеров дерущихся, увидел, как человек падает на матрас и остается на матрасе след от его тела. И он пытался этот образ воспроизвести интересными такими методами. Кроме того, если раньше художник восстановлялся моделью, натурщикой, как таковой, и затем попытался переносить ее образ на холст, потом показать мир о том, как он прекрасно может справиться с задачей, то теперь сама натурщица может себя вполне себе хорошо нарисовать. Для этого просто нужно показать ей, что нужно прилечь именно на это место холста и сделать в печатах своего тела. Он выбрал с главным цветом всей своей живописи, будем так называть, скорее, все-таки перформанса, именно синий цвет. Он запандитовал этот цвет, хотя его сам не придумал, придумал его химик, с которым он обратился за помощью. Он запандитовал именно как себя. Это интернациональный цвет Ив Кляйна называется. И до сих пор он продается. Если кому-то захочется, можно будет его купить. Очень красивый цвет, такого глубокого синего цвета. Когда его очень много накладываешь на холст, возникает ощущение бархатистости такой синий. И вот мы видим антропометрии, это буквально отношение человеческого тела, это отпечатки женских фигур на холсте. Устраивал это акцию, настоящий перформанс. Он пригласил очень богатых женщин, мужчин, представители аистократии французской. Позывал музыкантов, которые играли все это время лишь одну ноту. Было жуткое такое зрелище. Раздавал всем приглашенным напитки голубого цвета. И в этот момент он просто как настоящий композитор, как дирижер поднимал руки и указывал моделям, что нужно делать, при этом не прикасаясь к ним. Они сами себя обмазывали краской, сами себя возили по холсту и отпечатывали свое тело. Кроме того, здесь есть в этом перформансе не только обыгрывание идеи новой роли художника, но и понимание того, как вообще теперь выглядят картины. Если мы раньше думали о неких эмоциях, мы дальше думали о индивидуальном переживании, то теперь здесь вообще этого нет. Теперь в перформансах главный тот самый процесс и главный реакция зрителя, потому что самое первое, что нацелен перформанс, это на провокацию. Любой перформанс это провокация зрителя, это попытка выбить нас из гнезда, это попытка показать новый ракурс на ту или иную проблему. И мы видим сейчас фотографию, на самом деле это такая сконструированная реальность. Он прыгал, его ловили, там была простыня натянутая, и ничего с ним плохого не было, он не закончил самоубийство. Но в данной работе он вот так вот имитирует ощущение прыжка, фактически показывая нам художника, который разбивается об асфальт. Выглядит достаточно страшно, если мы так отойдем от этой идеи выдуманного прыжка. Карли Шнийман это одна из первых художниц, которая стала поднимать проблему еще такого феминистского дискурса. Она долгое время работала моделью натурщицы у художников, и вот в этой работе «Внутренний свиток» она, собственно, эту работу создала из двух частей. В первой части она показывает себя обнаженной ровно в тех позах, которые ее просили поставить художники, в которых, собственно, она находилась и позировала часами. И в этот момент она читает тексты, в основном это такие стереотипы мужского мнения о женской красоте, потому что пока она позировала, она очень много слышала о том, как мужчины обсуждали тело, обсуждали женщины и так далее. И, в общем, все это она зафиксировала, затем и зачитала. «Внутренний свиток», вот вторая часть этого перформанса, она из себя извлекает этот внутренний свиток, зачитывает тот же самый список сексистских каких-то утверждений по отношению к женщинам. Айои Кусама. Кусама, она в Америку и начинает, вообще, надо сказать, что не с перформанса, у нее проблемы, у нее галлюцинации, и эти галлюцинации, они, как настоящее наваждение, все время перед ней находятся, она весь может видеть так через точечку, то есть и эта точка является ее одним из самых известных приемов, она иногда оформляет ими картины, какие-то объекты готовы, в данном случае она придумала это все сделать в роли перформанса, но при этом у перформанса была антимилитаристская задача, потому что она собрала обнаженных мужчин и женщин, покрыла их точками и собрала их всех на Бруклинском мостом, Бруклинском мостом, и все это еще с американскими флагами, все это, конечно, с позывом закончить войну во Вьетнаме, потому что посмотрите на эти молодые тела, неужели вы хотите, чтобы они были также испещрены ранами, как этими черными точками, да, и, конечно, это имело такой определенный, я бы сказала, такой отклик в душе американцев. Вита Аконча, прекрасный перформантист, который потом уйдет из перформанса, потому что он говорит, что в какой-то момент меня стали воспринимать как акробата циркового, как каскадера, который может с собой придумывать какие-то разные ужасающие перформансы, какие-то идеи, я устал от этого и в конце концов ушел. И вот начинается его деятельность с перформанса преследования. Он находит человека на улице и преследует до тех пор, пока он покидает общественное пространство. Если он уходит в магазин, то он идет за ним в магазин. Если он уйдет в музей, он идет за ним в музее. И, конечно, как вы понимаете, это исследование того, что испытывает человек преследуемый. Это образ страха, ужаса, постоянно ты озираешься на персонажа, ты пытаешься скрыться и так далее. Центры. Это перформанс, где он 20 минут стоит на камеру и просто заслоняет свое лицо указывающим перстом. И получается, с одной стороны, это отсылка к американскому плакату. Мы нуждаемся в тебе. Помните, этот прекрасный образ президента в шляпе, который показывает, ты нужен американской армии. А с другой стороны, здесь, пока ты смотришь этот ролик 20-минутный, ты не можешь видеть, что он постоянно статично показан. Потому что человек в какой-то момент начинает уже трястись рука. Ему уже некомфортно. И ты понимаешь, что тоже этот жест, но очень условный. То есть нельзя все время призывать, нельзя все время как бы обращаться. И уже вот эта рука сильная, очень агрессивный сам по себе жест, она в какой-то момент задает. Но, другое дело, кто будет смотреть эти 20 минут, конечно, это тяжело. Крис Бёрден, которого мы увидели в начале, он на этом остановился, он придумывал более еще радикальные образы. Он закутывался в мешок и просил себя положить рядом с очень такой живой авеню. То есть на самом деле его могли бы вполне себе легко передавить, потому что это был просто мешок без каких-то светоотражающих знаков и так далее. То есть по сути художник здесь же рискует своей жизнью. Вопрос, для чего он это делает. Потому что, с одной стороны, ему, конечно, интересно, а как будет реагировать публика? Пойдет ли кто-то спасать его? Но насколько тут уже граница этого перформанса и реального восприятия ужаса перед смертью человека? Надо сказать, что его спасли. Вовремя пришел человек, который обратился к полиции. Полиция извлекла его из этого мешка и убрала с этой улицы. У Марины Абрамовича тот же самый вопрос возникает. Насколько публика, когда ей предлагают делать все, что угодно, куда она готова пойти? Как далеко она готова зайти? Она делает ритм в ноль с отсылкой к работе Йоко Оно «Отрежь кусок». Но Йоко Оно этот перформанс длился 9 минут. Он сейчас весь выложен этот ролик в интернете, можете посмотреть. Она предлагала зрителям отрезать кусок от своей одежды. И, надо сказать, что все очень так было прилично. То есть, как только дошли до белья, перформанс сразу же был закончен. С Абрамович все было иначе. Перформанс длился 8 часов. И она предлагала зрителям не только ножницы, а у нее был целый столик, где лежали розы, фотографии, где лежал пистолет заряженный самое ужасное. Там, на самом деле, очень много всего было. Там были и спички и так далее. И этот перформанс находился в закрытом пространстве галереи. Люди не могли выйти 8 часов. И Марина Абрамович говорит как раз в своей книге, я очень люблю ее, советую, если вам интересно, прочесть. Называется она «Сквозь стены». Там не только про перформанс, но и про ее очень нелегкую жизнь у художника, жизнь женщины, которая была покинута дважды со своими партнерами. И она рассказывает, что этот перформанс был самый страшный из тех, что она когда-либо делала. Вот те, где перформанс она просто себя резала и был не так страшно, как здесь. Потому что здесь люди уже просто не знали границ, они все, что можно использовать, они уже резали, они уже подписали ее какими-то страшными словами, обзывая женщиной по вызову и так далее. Они ее резали, царапали, здесь кровопотеки идут, потому что здесь уже они холестали ее этой розой. И в конце концов перформанс закончился на том, что мужчина какой-то просто приставил к ее виску пистолета. И в конце концов могло, как вы понимаете, закончиться все просто смертью. Но потом пришел охранник и, в общем, перформанс был остановлен. Но Марина Абрамович говорит, что это первая работа, которая прибавила ей седины. Насколько он был так неоднозначен. И последнее, что я сегодня покажу вам на сегодня, это ее самые такие поздние работы. Во время Бейнале, она же художница сербского происхождения, но Сербия никак не признает ее как свою художницу. И она устроила на венецианском Бейнале вот такой перформанс, назвала его «Балканская барокко». Надо сказать, что она знала организатора Бейнале, и тот выделил ей небольшой подвальчик. Но там не было ни окон, фактически. Ну и особой праведности тоже там нельзя было так организовать. Попросила она завалить рядом с... Находился в Венецианском Бейнале заводик, где занимались переработкой мяса, завалить ее в эту комнатку остатками животных. Здесь были кости, какие-то куски мяса, которые они используют для котлет и так далее, для магазинных продукций. И она целыми днями приходила туда, понимая, про это все жуткое. Это Венеция, влажность жуткая. Она целыми днями отмывала эти кости, пытаясь таким образом переосмыслить ситуацию в Сербии. Страна, которая не принимает ее, страна, которая поддерживает очень плохие политические режимы, страна, которая поддерживает казни, смерти и так далее. Она пытается отмыть в буквальной степени эти кости от крови, от образов насилия, от образов тирании и так далее. И это было тоже, конечно, очень такой перформанс сильный, потому что мало того, что там был смрак страшный, люди туда не могли зайти, они приходили, спускались и выбегали. Настолько был отвратительный запах, особенно, когда это уже было на третий-четвертый день. В присутствии художника это тоже очень большой перформанс, потому что мы видим на фотографии Марина Абрамовича, ее первого партнера, это Улай. Они были не в официальных отношениях, они были гражданские такие, можно сказать, муж и жена. И они вообще расстались на самом деле в рамках первой пробы этого перформанса. Они вместе делали этот перформанс, они часто путешествовали по разным городам и странам. В одной из галереи они предложили этот перформанс на протяжении восьми часов. Они просто сидели друг на друга и смотрели. И Улай уже было физически тяжело, потом выяснилось, что у него там проблема почек была, но он не выдержал на шоу раньше перформанса. С этого момента, как говорит Абрамович, у них происходил этот раскол в отношениях, потому что она почувствовала, что она сильнее, чем он. И к десятому году в галерее Тейт она придумала такую юбилейную, во-первых, собиралась большая трансфективная выставка и самым таким ядром этой выставки стал перформанс художника, который она звала в присутствии художника. На протяжении всей работы выставки, это, как вы понимаете, около трех месяцев сидела она с утра до вечера. То есть музей открывается, предположим, в 11, закрывается в 8, она не вставала, не пила воду, не ходила в туалет, ничего вообще, рукой не шевелила, ничего вообще не делала. Она просто смотрела на тех, кто присаживается к ней. Это, конечно, тяжелейшая такая практика, и это физически супертяжело. Это эмоционально выматывать, потому что ты еще, конечно, смотришь на зрителя, она скажет, что взгляд Абрамовича немногие выдерживали, и те, кто приходил к ней, очень часто плакали, говорили, что это настоящее потрясение, потому что чувствуешь, как много трагедии в этом перформансе кроется. И Марина Абрамовича не скрывает, у нее были очень напряженные отношения с матерью, и мать часто избивала ее, и у них не было никакой любви, и все это было в жесткой форме проходило ее детство. В данном случае на этой фотографии специально она попросила, чтобы на перформанс привезли Улая, которого уже, к сожалению, нет, он умер, кажется, в том году, и Улая просидел свои отведенных 20-30 минут, потому что у каждого было время, и записывались зрители как по сеансу, там была гигантская очередь, которая шла на несколько кварталов вперед, и у каждого был свой номерок, все подсаживались, и затем смотрели на Абрамовича. Давайте с вами подведем итоги на сегодня. Последнее, что мы выяснили, это перформанс. Перформанс — это живое искусство в исполнении художников. Это атака на чувства. Это способ воплощения в жизнь концептуальных идей, на которых художник основывает создание искусства. Перформанс был способом напрямую общаться с аудиторией и при этом шокировать публику, заставляя ее пересматривать свои взгляды. Отсюда мы выбираем самый радикальный метод. Мы режем, мы иногда свое тело бьем, или тот же самый Крис Бёрд предлагал прострелить его руку к ассистенту, что ассистент и сделал. Но, к сожалению, он так испугался, что поле не пробило, может, к сожалению, к счастью, не пробило ладонь насквозь, но она зацепила очень сильно его. И третье. Перформанс всегда имеет анархическую основу, ибо исполнитель намеренно противопоставляет перформанс более традиционным видам художественных практик. Итак, мы сейчас прошлись по всем основным таким измам второй половины 20-го столетия. Конечно, хочу сказать, что их гораздо больше. И вот вчера меня тоже спрашивала женщина о том, является ли там сюрреализм каким-либо методом для использования художников современных. Используют художники современные все то, что мы говорили и вчера, то, что и сегодня. Это такая стилизация под те самые практики. Кроме того, возникают и новые виды арта. Это видео-арт, это интернет-арт, это science-арт, это land-арт и так далее. Но вот опять же, я хочу обратить ваше внимание, что сейчас мы выбрали такое самое основное, что существовало в 20-м столетии. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, давайте. Все, тогда, если вопросов нет, мы... А, есть, да? Очень интересная лекция. Спасибо огромное. Очень приятно вас слушать. Вы просто кладезь информации. Вопрос следующий. Вот прослушали лекцию вчера, сегодня. Такое чувство, что в истории искусства запоминаются только личности, либо психически нестабильные, у которых всегда все плохо в жизни. Вообще есть шанс стать нормальным художником, но имея при этом успешность в жизни. Вот что. Знаете, какой интересный момент, потому что, ну, очень часто вот люди с травмой приходят к искусству. Да? То есть это не... Ну, скорее, это является следствием того, что он стал художник. Вот. Но есть совершенно другие истории, да? Я бы не сказала, что там биография, скажем, Пабло Пикассо наполнена трагедиями. Хотя он самый такой именитый, мне кажется, живописец начала 20-го столетия. Или Анри Матис. Вот у него была история, но она уже в поздние годы случилась, когда у него обнаружили рак кишечника. И он просил врача, чтобы ему дали еще 3-4 года, но он еще прожил 17 лет, и, в принципе, он умер таким уже человеком в возрасте. Поэтому не всегда это про совсем травмы, но часто эти травмы приводят нас к тому, что мы хотим эти травмы переосмыслить и выразить это в форме искусства. Поэтому оно столь еще сильным возникает, потому что оно через какую-то внутреннюю трагедию, как бы так, можно сказать, переварено, пройдено и так далее. Спасибо.